встает на меня сыпется все нашел тут малины все не видел как люди там ели слушайте здесь малины вообще лесная малина это непосаженная которая не в саду космос вообще совершенный космос друзья мои привет сегодня 20 число отправляемся эту лахту но это не суть суть в том что я там стал анализировать увеличение просмотров показов видео уже скоро будет 300 поэтому надо надо все это довести до масс с учетом того что вы меня смотрите я вам благодарен соответственно развитие у нас идет постепенно ну и по показам я вижу даже у нас сегодня очень жарко 25 градусов уже очень сильная влажность небо все закрыто все в разных слоях этот выложил фотографии несколько во флике но не все выложил еще с многослойными тебе облаками тем не менее людям понравилось ну и арт мой морской полуморской с таким на побережье с палаткой тоже напишите кстати что вы думаете по такому камню преткновение которое я там сделал друзья мы с вами снимали здесь и зимой и летом и весной интересно здесь сейчас свет это жарко вы видите это дерево потом я снимал там одной ветки уже нету здесь такая пересеченка сильная очень ну покажу вам сейчас я ходил пикселур смотрели мое видео самый главный пиксель то увидели наверно ну вот я вам показываю конструкцию которую я соорудил она достаточно жесткая и по она может вообще полностью заменить штатив но я все-таки штатив сюда еще добавляю основной конечно это вот этот вот крепеж который ни в коем случае я не буду делать к деревьям живым да это может быть железным каким-то ограждением каким-то сухим веткам ну всегда такое даже в лесу это есть всегда мне понравилась жесткость во-первых во вторых то что вот этим один винтом все можно положение регулировать ну и в моем скобе который я говорил да у ланси замечательная штука кстати вот видно фланцы и фуджими с двух сторон есть отверстие еще дополнительно то есть я могу сюда и свет поставить могу еще что то ну и соответственно вот в этой штуковине тоже есть отверстие только есть переходник можно например что-то закрепить по поводу вот этого бряца не несете да ну это решается достаточно просто я вам покажу как это можно просто сюда поставить некая термоусадку что-то подобное да ну и собственно говоря сделать чтобы она более плавно ходила ну так что вот такое решение интересно я думаю что многим будет и если кому-то интересно где это можно купить ну во-первых я ссылку оставил ссылка жалит прямо в глаз кто-то прилетел сел прямо не успел и пожарить я его скинул лесу конечно намного лучше чем в городе так что вот я сейчас шел по асфальту но вообще невозможно идти жарень страшная кстати пример как это может например с микрофоном выглядит то есть понятно что сюда еще можно закрепить всякие штуки ну а сюда поставить сам телефон что я сейчас в принципе сделаю за одну лучшим вполне вполне пригодная что вполне все видно все доступно и жестко держится рукой в отличие от горилла про который горилла пода который у меня сюда вибрирует эта штука очень жесткая конструкция поэтому я надеюсь мы ее еще испытаем не раз фуджиме делает качество звука я надеюсь что улучшилось здесь тишина ведь ветра вообще никакого нет камера у меня с собой ну я сегодня не планировал каких-то съемок как всегда вы знаете мой принцип фотофотографы никогда ничего не планирую не поездках не путешествиях поэтому двигаемся дальше где мы сегодня какая-то жара бешеная просто как будто в турции себя чувствуешь или в грессе это вообще нет солнце палит просто жаришь нашел я сухое дерево кусочком показать но там видите три дороги и дороги при пути и пути фотографии ну ненадолго я вам покажу просто мою гиппировку сегодняшнюю а вот видите не помещаюсь поэтому в этом плане кажется такой штатив интересен тем что можно развернуть его вертикально да и мы будем сейчас снимать вертикально соответственно я имею возможность его развернуть как хочу вот так могу развернуть и тогда придется правда все это исправить но я вам хотел показать просто сумку сегодня очень жарко поэтому сегодня со мной лёгко паспорт слить интерес в том что здесь вот такая прищепочка быстро так дергаете раз и она у нас видите на бедре спина не потеет ничего не происходит но потом точно также вы можете поднять ее наверх и все как говорится не жарко пристегнуть кепку если совсем жарко будет да кстати если совсем хотите коротко чтобы это было вот она у меня под плечом сразу то есть ремень полностью убирается и она висит у вас на плече тоже форма сделан таким образом что она не касается если они видите сняла очки из шапку слишком жарко сегодня поэтому сумка на самом деле меня много сумок вы знаете или вы про и домки не много вариантов и стоп ну могу сказать что-то сегодня я взял эту сумку что проверено благодаря форме и благодаря тому что материал очень интересный он не промыкает виктор кстати тоже попал с ней в дождь насквозь мокрая абсолютно вся одежда была мокрая на солнце сумка внутри была абсолютно сухая так же как у ее в стопах поэтому если говорить про лёгко то вот эта сумочка конечно это первая версия у меня да но есть еще 2 3 версия ну я не думаю что это принципиальное отличие но ламели именно лекала как это сделано да позволяет тому что но она действительно не касается практически тела разгрузка формы ну и увеличенный карман который можно на молнии отстегнуть я уже показываю его смотрите мой обзор подробный по этой сумке в общем плюс туда много помещается вставок чужих я оставил туда и в стоповскую стайку и домков скую поэтому очень универсальная штука дошел к этому дереву которому вчера проходили вот она какой запах здесь стоит свежеспиленого но я просто не увидел где чего видно бревна лежат уже запах такой свежей древесины ух еще с листьями все это перемешано в общем сразу легче стало значительно чем дышать этими ухлопными газами которые у нас в городе везде на каждом углу у вас кстати что с этим напишите в коментах где в каких условиях вы обитаете в гетто вы живете ли в лесу или в своем доме фабилович тоже интересно это все вы знаете что все нашли фон уже хороший тоже вам проще будет искать точку съемки то что вы не будете искать фон он у вас уже есть в данном случае не смотря то что я здесь не хочу с ним очень жарко вообще капец но я вам покажу просто что фон сегодня в виде облаков просто фантастические это формирующиеся облака которые будут в тучи превращаться видите вертикально не выходит полетал на самолете он знает такие грибы поднимаются то есть вот через какое-то время этому пока я там буду возвращаться через час-полтора точно это превратится все в дождь не факт что здесь выпадет то что это будет это сто процентов как цветет иван-чай что он почему у нас копорским чай это под ленинградской области ленинградской области находится вот эти листики сейчас как раз время сбора собирается таким образом разберется одной рукой и потом вот так проводится вниз все листья у вас остаются в руке я собирал пару лет назад даже записывал видео по этому поводу но здесь конечно собирать не очень много на дороге но тем не менее он растет в огромных количествах из 19 века экспортировали по всей европе русский чай так называемый он заменял китайский многие считают что у него хуже по свойствам чем китайский на самом деле совершенно другой нет они на такого количества плюс вам для тех у кого сердцем сложности сосудами это очень хорошие натуральные чистящие средства это над лекарственные на самом деле чай попробуйте если правильно его сделать чтобы я через мясорубку дел можно на сковородке немножко прожарить его то он достаточно быстро ферментируется и все становится очень красивым просто этих не буду доставать нам покажу просто поставлю просто так вы увидите какие способы еще вот видите вот можно просто поэтому способов очень много как не пользоваться поэтому если кто-то увидит эту сумку обязательно попробуйте на себя чтобы сравнить со всеми остальными то что производится это я вам могу сказать как человек который такое количество сумок видел когда торговал этими всякими штуками сумками в числе есть чем сравнить с фирменными сумками ну в общем специализированные вещи они очень сильно отличаются по качеству поэтому я думаю что для вас не будет открытием что есть несколько продуктов но в основном это касается самих разработчиков инженеров или в данном случае дизайнеров которые действительно дизайнер с большой буквы таких дизайнеров немного в мире они в основном быстро находит работу поэтому посмотрите сумка называется сумка люби про паспорт слинг я показываю как это нужно делать ракет видите вот то место где я снимал в экспорт попал сегодня отличная погода все ушли никого нет видите как по диагонали все это крепите у него так и тогда становится вот такой вы соответственно присоединить и снимать заодно проверить разницу с микрофоном запись идемте посмотрим включится он на ходу или нет ну я надеюсь что вы напишете что-то насколько это все реально вверх ногами слышно нормально надеюсь хотя ветер сегодня хороший поэтому я хочу чтобы облачность была зафиксирована поэтому я буду снимать с парапет закроюсь поглубже на семерку и возьмем побольше воды и конечно облака которые вдалеке домик я помещу сегодня на линейку так облака сегодня отлично поэтому можно будет поснимать сегодня повеселее смотрим то что все колеблется давайте попробуем раз уж такое дело испытать полярик еще раз я сделаю это на максимальном что понравилось людям с поляриком что я делаю с облаками хорошее интересное место необычное ну и соответственно с этого места можно увидеть него вайс помету если будет когда-нибудь ясное небо но пока эти дни не получается потому что засветка сильно из-за белых ночей так что кто-то если на юге может у них получится снял уже стать его но я увидел тут интересное место отсюда мы записывали репортаж мы свете вот эти образования за газовые облака которые сейчас собираются красный домик здесь тоже есть с правой стороны там видно парус но с этой локации в клуб хотя он выделяется контрастно можно попробовать и так и так сейчас попробую весить дерево и получилось в общем смотрите интересное два дерева одно с отверстием второе с отверстием но мне хотелось как бы эту тройку снять с этого ракурса никак не получается ничего интересного нет да хотя здесь в аллее я все-таки хотел вот с этого ракурса да как то чтобы они попали все трое да или твое а видите что-нибудь нет вот я в точку специально золотую поставить вы сразу увидите что береза на нас смотрит у нее есть лицо есть рот есть внизу соответственно росток соответственно я снял это с разных ракурсов один ракурс у меня получился ну если грубо говоря вот в этой части кадра ну только вертикально да вот так а другой ракурс вот так а